Чаще всего мы прибегаем к услугам юристов, когда уже что-то произошло и самостоятельно решить ситуацию нельзя. А ведь сделки с недвижимостью, ипотека, аренда или любая другая сделка требуют особого пристального внимания и тщательного контроля. Как правило, в сделках фигурируют крупные суммы, поэтому махинации, увы, распространены сценариями. Как не оказаться жертвой мошенничества? Говорим сегодня с юристом Марией Доценко. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. И прежде всего, позвольте вас поздравить с Днем юриста, профессиональным вашим праздником, который в декабре отмечают. Скажите, пожалуйста, в вашей практике, если говорить о картине времени, с чем наиболее часто вы сталкиваетесь? Ах, наиболее часто, я думаю, даже бич современного общества – это проблема с кредитами. Очень много семей распадается, к сожалению, из-за финансовых проблем. Очень много бизнес идет в упадок, да, в связи с какими-то финансовыми проблемами. В 2013-2014 годах, это все, как мы знаем, с одной стороны был взлет, вроде бы была возможность финансово расшириться. С другой стороны, сейчас многие теряют работы, не те объемы поставок. И возникает все чаще и чаще вопрос в связи с тем, что люди не справляются с кредитными проблемами, кредитными долгами, которые есть. Соответственно, здесь возникает вопрос, либо справляться самостоятельно с помощью реструктуризации, перекредитования, либо прибегают все чаще и чаще к услугам банкротства физических лиц, добровольная ликвидация юридических лиц. Ну и, скажем так, уже ужимание во всех смыслах этого слова. А можно ли каким-то образом предотвратить, я не знаю, не брать кредит, да, но это кардинально? Вот это самый лучший способ, и на самом деле здесь даже не юридические советы, а советы, наверное, жизненные. В любой, сейчас целый рынок предоставления кредитов. Это на телевидении очень привлекательно. Возьми кредит, это просто, это замечательно. Низкие очень ставки рисуют нам, которые вы оказываете другими. Тем более, как делают вот эти вот шаги, не знаю, насколько это... В общем, я считаю, что это вред, когда люди, вызывающие уважение, говорят о том, что надо брать кредиты. На самом деле, наверное, надо рассчитывать на свои собственные средства. Это мое сугубо личное убеждение. И нужно брать кредиты в тех случаях, когда вы можете себе позволить финансовое бремя, то, которое будет на вас лежать. Это долгое время. И, к сожалению, сейчас я еще раз скажу, что очень много семей распадается из-за того, что машина в ипотеке, квартира в ипотеке очень часто берут на обучение. Вот представьте, да, это при среднем доходе, ну сколько, ну около 30 тысяч рублей средняя зарплата у нас в городе Барнауле. Ипотека в основном это около 20 тысяч. То есть большая часть заработной платы уходит на погашение кредитных платежей. Любовь уходит. В этом случае возникает... Ну, чаще уходит либо муж, либо жена. В общем, теряются отношения, и вот это, я считаю, ну не то чтобы рабство, но один из видов каких-то таких серьезных проблем настоящего общества. И с одной стороны, легкость получения кредита, а с другой стороны, мы не осознаем в тот момент, когда подписываем документы, мы, как правило, их не читаем. А есть еще вот момент такой, что сейчас очень часто много рекламы по поводу мы вернем страховку, там берите кредит, в течение двух недель нужно написать заявление, и вам вернут страховую сумму. Но банки же тоже умные. И сейчас в договорах, кстати, прошу обратить внимание, совершенно недавно началось это, когда вы отказываетесь от страховки, у банка есть право в этом случае пересчитать вам процент. То есть ту сумму, на которую вы якобы сэкономили, процент у вас повышается. И это все прописано мелким шрифтом в договоре? Да, буквально совсем недавно у меня был случай именно общения с банком, не буду его называть неправильно, некорректно, но это то, на что нужно обращать внимание. Что касается еще финансовых вопросов, практически у всех у нас сейчас есть мобильные телефоны с приложениями, одно из них приложение, которое помогает, так скажем, нам вести какие-то финансовые вопросы. Если все наши карты прикреплены к телефонным номерам, вот скажите на ваш юридический взгляд, нужно ли это делать, устанавливать эти приложения, прикреплять номер телефона к карте? Опасно ли это в наше время? Опять же, как и по кредитам. Делать это нужно тогда, когда вы осознаете всю степень ответственности, последствия, те, которые могут возникнуть. Какие могут возникнуть? Последствия могут возникнуть в том, что любое средство электронной связи, оно несовершенно взламывают все. Практически все системы электронные их взламывают. Соответственно, вот буквально недавно было одно дело, которое, к сожалению, мы не смогли выиграть в связи со сложившейся практикой судебной. Это когда списываются деньги с карты, сообщается, звонит, говорит, сообщите код, параллельно человек блокирует карту, значит, он пытается позвонить по номеру, который указан для блокировки карты. В этот момент переключается мошенник, в телефоне голос мошенника и говорит, здравствуйте, Татьяна Петровна, я представитель такого-то банка, прошу вас сообщить тот код. Соответственно, человек понимает, что его назвали по имени, отчеству, он представился сотрудником, уважительно, у него не возникает каких-то сомнений в том, что это может быть мошенник. Он все это сообщает, а с юридической точки зрения это его волеизъявление. В тот момент, когда он сообщил конфиденциальную информацию, личную, которая была известна только ему, это код, он осуществил сделку, свое волеизъявление на произведение платежа. Деньги ушли. Помочь ему уже никак нельзя. Судебное решение не в его пользу и 99%, вот если случаются такие моменты, то это не в пользу людей, не в пользу пострадавших. Это, конечно, частный случай и не факт, что это может быть со всеми. Безусловно, это удобное приложение, у нас у каждого есть там Сбербанк, онлайн и в том числе электронные возможности оплаты через телефон, да, когда подносим мы и производится списание. Но нужно просто понимать, можете ли вы оперативно предпринять какие-то действия к блокировкам. То есть точно не нужно большие суммы денежных средств хранить на картах. Ну почему? Потому что, к сожалению, проходят онлайн-операции, которые очень сложно потом вернуть, доказать обратно. Может быть, конечно, я буду не совсем права с точки зрения банковской системы, где говорят, что надежно хранить денежные средства в банках. Но я говорю сугубо лично свое мнение. Поэтому еще один момент, это по поводу переводов с телефона на телефон, как нам удобно. Нет сдачи в такси мы кинули на телефон, ты мне купил билеты, давай я тебе перекину денежные средства бабушке помочь и так далее и тому подобное. Для нас это уже, опять же, норма. Но есть норма права, есть закон. То есть финансы все подлежат контролю со стороны государства. Если ты получил зарплату, это твои денежные средства. Если ты уже работаешь как предприниматель, то все расчеты между предпринимателями подлежат уже контролю. И, соответственно, если ты физлицо, то ты не меешь право осуществлять какие-то коммерческие платежи. Или дарить денежные средства высокопоставленным лицам. То есть есть ограничения такие. Нужно понимать, что контролирующий орган, а у них есть доступ к всем электронным базам платежей, они легко могут узнать, кто я, Мария Доценко, и кому я перевожу денежные средства, и откуда я получаю денежные средства. То есть, вот давайте представим ситуацию. Мы с вами просто рассчитываемся, достали кошельки. Никто не знает, кроме нас, за что мы с вами рассчитались. А когда я вам перевела денежные средства, это я делаю регулярно, возникает вопрос у контролирующих органов. А почему я перевожу вам регулярно денежные средства? Некоммерческая ли это деятельность? А нет ли тут укрывательства от налогов и так далее? Просто нужно осознавать то, что мы делаем. Спасибо, Мария, вам огромное за время и за беседу. Будем надеяться, что клиентов, извините, у вас будет меньше с такими серьезными проблемами. Это была программа «Наше время». Мы говорили о том, как не стать жертвой мошенников. И мы говорили с юристом. Мария Доценко, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова